Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале «Экзегет». Вы спрашиваете, как отказаться от рукоблудия, как вообще отказываются люди от греха. Если человек болен тяжело, то ему требуется комплексная терапия. Она заключается не просто в приеме лекарств, но там и физиотерапия, и специальные санатории, и диеты, и изменение образа жизни, и совсем-совсем по-другому человек живет, если вдруг он обнаруживает у себя какое-то серьезное заболевание, которое требует разностороннего лечения. Блуд – это очень серьезное и тяжелое заболевание, которое, как говорят святые отцы, не оставит нас в каком-то смысле до конца наших дней, потому что очень связано с физической природой. Иоанн Лествичник и подобные отцы говорят, что две страсти не оставят человека до конца его дней. – это тщеславная страсть и блудная страсть. Поэтому для того, чтобы победить эту страсть, то есть не победить ее, не искренить ее в себе, как бы свою природу животную, ты, наверное, не можешь убить. Это вы достигали, по всей видимости, великие преподобные отцы, которые клали на это всю свою жизнь. Вот у нас, по всей видимости, очевидно, не хватает просто сил призвать Бога на помощь в этой тяжелой, изнурительной ежедневной битве. Но, тем не менее, если мы хотим избавиться от чего-то такого серьезного, не избавиться, а как бы похоронить это в себе, чтобы эта страсть не поднимала голову, то нам нужна постоянная, ежедневная, разносторонняя, разнообразная терапия, изменение образа жизни, отказ от бесконечного потока информации, который весь разбавлен очень сильно всем этим блудным грехом, так или иначе в той или иной степени. Потому что стяжание, чревоугодие, пьянство, бесконечные шутки, смех, распущенность жизни, распущенность в одежде, распущенность в общении, вольность в общении. Вольность в общении не только с противоположным полом, а вообще празнословие, несосредоточенность. Все это, все это вроде бы не связано и с блудом вечи, но тем не менее напрямую связано и с ним, потому что все страсти очень тесно связаны друг с другом. И, конечно же, они в финале своем по бесовскому замыслу должны приводить нас к тяжелым падениям рукоблудия. Это тяжелое духовное падение человека, равное блудному греху. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.